Приветствую вас, мои дорогие друзья, наши родные, наши подписчики. Сегодня я отпала пораньше, так как мне нужно сделать кое-какие мои задумки. Сегодня меня пригласила на полный день рождения, ей будет 35 лет. И я решила в честь подарка сделать ей торт 35 лет. Иди сюда, солнышко. Кто тебе обижает? Идем к маме. Авинев, тебе кисло. Скажи всем привет. Скажи всем привет. Я сделала торт, сейчас я буду его смазывать кремом. Я сделала лепешки. Тесто поднялось очень хорошо, и мне нужно срочно формировать лепешки. Также я сделала здесь два замеса дрожжевого теста для булочек. Я хочу одну порцию спечь детку моей, а одну порцию понести тем деткам. Эта мамочка, она тоже многодетная, она ждет десятого малыша. И у меня давно все, солнышко, я разговариваю. Чуть-чуть, помолчи, капельку. И у меня давно в планах есть, в моих муслях, в моих задумках, я хочу иногда просто делать вот такие вот, что-то сготовить. И приходить в гости, просто навещать многодетных мам, просто какой-то маленький знак внимания, хотя бы что-то сготовить или что-то спечь. Красавица меня совершенно не дает работать сегодня. Я уже успела съездить в магазин, и тесто у меня поднялось, и мне нужно срочно формировать. Кстати, сегодня дрожжевое тесто для булочек поднялось очень быстро. Обычно оно так не поднимается. Ты что на меня сказала? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такое тесто для булочек. Я скажу, что очень шикарно, я уже вижу. Сейчас я буду формировать лепешки, друзья. Я уже где-то кому-то писала в комментариях, что когда у меня наберется тысяча подписчиков, подальше сделаю видеорецепт для моих лепешек. Здесь такая клумба, которая каждый год уже сама. прорастает. Здесь есть укроп. Как-то попали семена в эту землю, и уже какой год здесь выходит укроп. Ну и хорошо, очень хорошо, потому что я еще до города не дошла. Посмотрите вот сюда. Дочь, что я такое, а? Аделин. Аделина. Что там, Атурчик? Наш Атурчик работает там. Сынулька наша. Женский парень уже стал. Папин помощник. Дочь, пойдем там, у меня там тесто. У меня там тесто надо срочно делать. Пойдем, заходи. Аделина. Буду бегать с тобой, что ли? Алекс. Давай, сынок, посмотри за ней. Я не могу там оторваться. Она отвлекает она меня. Последи за ней, хорошо? И ни в коем случае не катай ее. Вот так вот, друзья. У нас такая насыщенная жизнь. Даже не нужно сценарий описать. Только успевай брать камеру и бегать за ними, что-то интересненькое такое заснять. Тесто очень хорошее получилось. Вот. Сейчас мы сделаем лепешечки. Лепешки, они делаются очень быстро. Час на поднятие. И час уходит для того, чтобы они спеклись, для того, чтобы сделать тесто. В общем, два часа им достаточно. Поэтому сейчас первые лепешки формирую и выпекаю их. А потом буду делать булочки, потому что булочки нужно больше формировать, так как они маленькие. И им нужно больше времени для того, чтобы они на расстойку, чтобы они поднялись. Не сильно страшно. Если форма у нас лепешек не очень красива, когда они выпекаются, все выравнивается. И встает на свои места. Мы уже настолько привыкли к этим лепешкам, знаете, я их выпекаю. И когда они уже немножко прилипают, как-то делаю, чтобы не прилипал чикиш. Выпекаю, когда они остынут, я их в пакет и сразу в морозилку. Оставляю парочку, чтобы мы поели, остальные в морозилку. Утром я их вынимаю, они как свежие. Сейчас мы расформируем наше тесто для булочек. Первую партию. Друзья, рецепт этого простейшего и очень бюджетного теста есть на моем канале. Плейлисте мои рецепты. Это очень вкусные булочки. И очень бюджетные. Обязательно попробуйте. Друзья, будьте всегда не тарахливы с мукой. Никогда не добавляйте все, что написано по рецепту. Так как у каждого разная мука. В моем рецепте там написано, по-моему, 5,5 стаканов. Положите сначала 5. Вот сюда я положила 5 стаканов. И тесто прям получилось идеально. Да, оно на первый взгляд кажется липким. Да, оно на первый взгляд кажется как бы таким жидковатым. Но посмотрите, какое оно сейчас. Оно не прилипает. Работайте с маслом. Не работайте с мукой. Потому что мука еще добавляется в тесто. Нам нужно расформировать. Для этого листа у меня будет помещать 120 булочек. Субтитры сделал DimaTorzok Далена. Что ты делаешь? Ты выжимаешь борщ? Зачем? Зачем? Ой, дочь. Ты мне так сильно отвлекаешь. Ой, на голову только не надо. На голову не надо. Все поставь. Мама потом все уберет. Отвлекаешь ты меня солнышко. Лепешки наши вот готовы уже. Скиплись. Здесь у нас поднимаются булочки. Первая партия и вторая. Эти уже готовы. Сейчас я включу духовку. И уже поставлю их. Друзья, не бойтесь. Булочки ставить близко друг к другу. Они пойдут в высоту. Так, сейчас я буду заниматься тортом. Я уже начала взбивать крем. Время у нас почти пол второго. И мне нужно еще готовить обед. Деткам сегодня короткий день. Сейчас что-нибудь приготовлю быстренько на скорую руку. Ну что, друзья, я все приготовила. Значит, хочу объяснить. Те, кто меня смотрит, они знают, что я пользую абрикосовое варенье в начинку, в прослойку между бисквитом. И пропитываю его бисквиткой просто ложкой сгущенного молока с обычной водой. Также я покупаю вот такое вот. Написано, что черешневое, но оно так похоже на кислую вишню. Это варенье. Оно такое, знаете, уже без лосточек и как не джем. И так вот очень хорошо получается для прослойки другого тортика. И я прям беру это варенье и разбавляю также с водой. И я прям беру это варенье. На самом деле делать торт из кефра немного сложно, потому что он очень тоненький, видите? И вот эти формы, он занимает, в общем-то, много времени. Леточка там квадратный или круглый, легче всего смазать. А вот здесь нужно, конечно, играться, выровнять, чтобы две половинки совпали ровненько. Но красота предбуджет. Сейчас я его смажу, камеру же отключу. Идеально выровнять, конечно, у меня не получается. Но даже такой стик сейчас моден. И самый ответственный момент. Нам нужно будет сейчас переложить этот аккуратно. Я думаю, что получилось переложить более-менее нормально. Вот видите? Вот лучше не трогать. Вот лучше не трогать. Вот булочки наши готовы. Вы знаете, друзья, они намного лучше получились, чем я делала видеорецепт. Ну вот так вот бывает. Все, выпечка моя готова. Сейчас я украшаю торт. Вот такие они высокие у нас получились. Поэтому для этих булочек нужны высокие борта. Смотрите, какая красота. Ой, какая красота. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте в отрицепт. И еще большая просьба. Если кто-то уже делал, пожалуйста, пишите в комментариях. Мне будет очень приятно, что у вас тоже получается. Винни, на тарелочку поставь булочку. Тебе нравится? С молоком, да? Детки любят макать молоко. Вкусно, да, сынок? Какие вкусные булочки, а? Ой, кто у нас там вылазит из подземелья? Где твоя резинка опять, дочь? Где резиночка твоя, скажи мне? Ты не упадешь там? Да. Где резинка? Зачем сняла? Это киви у нас так дети кушают пополам. И потом ложкой ковырят. Но киви очень жесткая, да? Тяжело тебе? Мама, почистить тебе хорошо? Так, тройка готова. Осталась пятерка. Сейчас приступим. Ты хочешь булочку тоже? Убери волосы с глаз. Волосы убирай. Волосы убирай. Ты тоже убирай тебе молоко, да? Угу. Молошка, будешь? Угу. Пожалуйста, самое солнечное. Дай я тебе выберу. Дай, дай вот это вот. Вот так. Все, кушай. Все, урочка. Здесь немножко у меня бламины, когда я вынимала из формы. Слава Богу, скажите тоже. Мама, где мама? Скажите, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Вот уже детки приходят со школы. Я не успела. Они спрашивают, ну ты рис готовила? Они очень любят этот жареный рис. Дочь, вы пока перекусите булочки, хорошо? С молочком. А потом попозже я вам сготовлю. Здравствуй, дочь. Здравствуй, доча. Где все дети? Здравствуйте. Здравствуйте. как мы снимали? Амина! 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 Эти не уникал тупай. Здравствуй! Голосом See? Голосом Голосом Мама Мама, можно мы покупать пассейн, где-то кроме когда будет лето? Что дальше? Мы будем покупать пассейн. Мы будем покупать пассейн. На Уропу? Да. Мама, мы будем на улице жарко рассыпаться. Все были красные. Да? Белочка, вкусная? Да. Белочка, вкусная? Да. Белочка, вкусная? Ну и мы Romino Мaud. Перемещение торта произошло благополучно. Сейчас я его украшу фруктами, честно признаюсь, я не профессионал по вот этим тортам, по украшениям, я с этим тортом немножко напарилась, но уже как есть, я думаю, сейчас фруктами закрою все и будет очень красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь у меня растет вот такая вот живая изгора, зелененькая. Я сейчас здесь выберу веточки для тортика. Я очень часто украшаю с этим. Вид совсем другой становится. Ну вот смотрите, друзья, какой стал вид. Видите, все наши изъяны, недочеты. Мы все закрыли. Смотрите, какая красота. Эта зелень очень украшает. Да, она не съедобная, но я ее помыла, высушила. Просто когда мы будем кушать этот торт, мы их вытащим и выкинем, и все. Наконец-то я справилась с этим тортом. Слава Богу. Здесь я решила сделать ужин на скорую руку. У меня были бедрышки куриные. Я их разделала на три части. Посыпала вот этой приправой. Чесночная, соль и петрушка. Молотый черный перец, соль, растительное масло. И все. Перемешала хорошо. И разложила их на противень. Готовила я их в духовке на температуре 400 по Фаренгейту. Если вам нужно торопиться, то можно готовить их на 350. Это очень выручает. Очень быстро, легко и вкусно. Друзья, такой у нас получился ужин. Курочка почти как шашлык, только нет запаха. Дыма. Рис мы любим кушать просто рис со сливочным маслом. Вот такая вот вкусная лепешка. Я в ресторане покупаю вот такой вот соус для риса. Очень вкусный. Никаких подлив не надо. Так что мы сейчас ужинаем. Всем приятного аппетита. У нас появилась кукуруза. Вот просто вареная. Здесь еще сырая. Таря на себя творила. Что-то она здесь нахимичила, я не знаю, по-мексикански. Смазала ее майонезом горячую вареную и посыпала какими-то специями мексиканскими. Мне вообще даже на вид уже не нравится. Вот так я загрузила лепешки. Булочки я сделала снизу и сверху бумажное полотенце для того, чтобы сахар не растал. Потому что, потому что, когда накрываем пищевой пленкой или в каком-то пакете, сахар тает. Вот сюда поставила торт. Сейчас мне нужно благополучно доехать. Так, я еду в гости у подруги. Через полмили сверните на съезд направо. Поздно включила камеру. Такой мост был интересный. От моего дома до места назначения мне ехать в Паск-Скин. Мы въезжаем в типичную американскую деревню. Но какая-то деревня. Очень чистая, красивая, аккуратная. Моя подруга переехала в новый дом. Я там у нее ни разу не была. Этот визит мне будет первый раз. Я заехала не туда, развернулась и поехала дальше. И в очередной раз я опять заезжаю не туда. GPS мой бросает меня здесь. И я поворачиваю в очень крутой дом. И еще удивляюсь, какой крутой дом. Где же Бетка? Вы здесь на рыбочке? Ага, вы здесь. Иди сюда. Я на шпанке. А вот этого держи. Окей. Так, сейчас еще возьму. Держи, чтобы не упал. Мама дома? Да. Вика, с днем рождения у тебя. Вау, 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 держи. Вау. Мама, роженька. Поцелую тебя. Спасибо. Спасибо, Марина. Не надо было. Так, паркеточка еще. Вау. Узноси пять. К маме. Держи, три цвета. Я сначала спекла то, потом думаю так. Трясать пять или не трясать пять? Можно тут еще добавить. И что будет, 85? Можно добавить. И забрать его еще к деду какому-то, поехать. Нет, можно даже 53 сделать, если что. Узнать, кому 53. Или можно пятерку отставить. Кому-то отметить пять лет. Вот такой вот сладкий стол. Детки, правда, уже таскают. Такие маленькие ручечки таскают. Тортики. Я приехала в магазин HomeGoods. Хочу посмотреть какие-нибудь красивые цветочки. Вчера была на день рождения у Вики. И сестра я подарила ей такой шикарный букет в Азе. Хочу посмотреть что-то наподобие себе. Что-то пока не вижу. А вот. Вот они. Только два. Мне как раз нужно два одинаковых. Больше не вижу выбора. Только это осталось, к сожалению. Очень жаль. Сто долларов. Вот не знаю. Стоит ли 200 долларов подавать за эти цветы? Ну, цвета мне так и не нравятся. Мне не нравятся сиреневые, голубые. И эти цветы мне тоже не нравятся. Я бы хотела пионы. Да, здесь, конечно, большой выбор. Можно что-то выбрать интересненькое. Вот такое для красоты. Такая интересная базочка. Смотрите. С печечки поставить три маленькие. Красиво. Музыка играет. Надо что-то говорить, говорить, говорить. Такие вот три маленькие тоже интересные. Здесь тоже красивенько. Золотистый цвет. Эти подсвечники мне очень нравятся. 17 долларов и 20. Пока не сильно горит. Похоже, может быть, куплю. Вчера мне сказали, что там таких букетов очень много. Большой выбор. Разный. Но я смотрю, только два осталось. Неужели люди разобрали? Вот вижу. Вот вижу, что один букетик. Кажется, вот так вот подарили. Вы знаете, я подумала, что это жилые подарили. Я так удивилась. У меня ничего себе пионы. С первого раза я не признала. Вот такой. Я бы купила таких две вазочки. Но я не вижу. Может, сейчас еще похожу по магазинам. Может, где-то еще примечу. Для улицы. Так, вроде пока еще не вижу. Один букетик бы найти. Так, ковры здесь есть. Кресло. Вот такое вот все интересненькое. Вот этот на скидочке стоит 300 долларов. Кресло. Наверное, кто-то сдал. Или они грязные. Чуть-чуть, вот, пятна. Да, вот. Спачканы. Так, музыка гремит. Вот такие вот штучки здесь. Какая интересненькая. Здесь хорошо блинчики хранить. Здесь есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я nearby Haag kann. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этом магазине я купила вот такую стеклянную кружку 10 литр за 6 долларов Мне нужна была именно такая широкая И я все-таки купила эти цветы, один букет К сожалению, больше не нашла Спросила, сказали, что больше нету Может быть, многие из вас подумают, что К чему такая трата Это безумно За такие цветы отдать 100 долларов Ну, знаете, а я так подумала Скоро приближается День мамы И чтобы моему мужу не думать, что мне подарить Я сама себе сделала подарок Я очень так часто делаю Я выбираю то, что мне нравится То, что я хочу И это как будто бы подарок От моего мужа Так что, дорогой мой Будем считать, что ты мне уже Дарил цветы на День мамы Хотя от живых не откажусь Я знаю, что очень многим нравится Рассматривать, кто что покупает Мне самой это очень нравится И я была в магазине Рос Забежала просто так Мне нужно было сдать одну вещь И я совсем не планировала делать покупки Я купила штаны за 11 долларов Они такие легенькие Для нашего Эдика Вот такой вот плачушка Легкий материал, очень приятный 12 долларов, 10 лет Вот здесь два плачушка у нас На 6 лет для Анжелиночки 9 долларов Я сразу округляю Это 8,99 Но я округляю сразу Сейчас уже на улице у нас очень жарко Вот такие вот шортики Со скидочкой За 5 долларов Две штучки Плюс резиночка Вы не поверите Вот такой плачушка Для дома бегать Нашей Аделинке 49 центов Если вам видно 49 центов Иногда так бывает Я не знаю Или кто-то сдал Или что Бывает так Вот такой вот плачушка Тоже интересное 12 долларов 10 лет Это тоже очень красивое 11 долларов Можно одевать На собрание Оно слитное Мне нравится Что это все вместе сшито Далее у нас На 6 лет Нашей Анжелины На собрание 7,99 Материал Очень нежный И приятный Это на 10 лет Но подходит Мне кажется На эвелиночку Стоит 9,99 Также я купила Вешалочки Стоит 5,99 18 штук Для девчат Или для ребят Это Такие же Тоже 18 штук Стоит 5,99 Мне нравится Что они разного цвета Чтобы детки Не путались Потому что У них одежда Висит в одном шкафу Чтобы они знали На каких вешалках Висят их одежда Также я купила себе Новые досточки Две штучки Вот такие вот Одна больше Другая меньше 5,99 Для того Чтобы когда я делаю Видеорецепты Чтобы было красиво Приятно Работать с новыми Потому что У нас уже Не только я готовлю У нас есть детки Которые сами себе готовят Так что Досточки Не в лучшем состоянии Также я купила полку Она ставится Над унитазом Стоит 20 долларов Это я купила Для свекрови в дом Вот она хотела Это я вам показывала Такая кружка Купила я ее В Home Goods магазин 5,99 Она такая Устойчивая Удобная ручка Легенькая И мне как раз Такие нужны Дальше Как вы все видели Я купила все-таки Этот прекраснейший букет Который стоит 100 долларов Да Дорого Я знаю Согласна с вами Но он не так понравился Я бы хотела Чтобы их было два Потому что я люблю Симметрию Я люблю Чтобы было все одинаково И я их хотела поставить Вот сюда Два одинаковых Вот этим вазам И этим букетам Уже 7 лет 7 лет Эта декорация Конечно Поднадоест Любому человеку И она Какая-то Осенняя И мне хотелось К весне Обновить И вот сюда Поставить два Красивого букета Я сейчас посмотрю Как это будет Со стороны смотреться Понравится ли Мне Или нет Потому что Они высоко Ну что сказать Мне нравится Но я сюда Все-таки хотела Наподобие Вот этих вот Ваз Которые были Прежде Высоких И вот такие Какие-то ветки И немного С цветами Я хотела Белый Я хотела Здесь белый цвет Мне кажется Он будет красиво Смотреться просто Отдельно На столе Что вы думаете По этому поводу Знаете Я подумала Что если я пойду Просто отдельно В магазин И буду выбирать Букет на свой вкус Вазочка Примерно 20 долларов Плюс мне очень хотелось Именно сделать Вот такой вот Из клея Как будто цветы Стоят в воде Плюс каждый цветок Смотря какой пион Он может от 10 долларов И выше стоить Каждая веточка Она может 10 20 И даже иногда 30 долларов Поэтому Намного выгоднее купить Чем мне делать самой Я подумаю Ну букет Мне однозначно нравится Но Но не здесь Мне кажется Что он здесь Как-то не подходит На мой взгляд Вот эти все-таки Вазы золотистые Они сочетаются Вот с этой декорацией С этими С этой полочкой С этими цветами Железными С тумбой Со столом И с лампочками Вот так Конечно Смотрится намного лучше Но мне кажется Что это тоже Чересчур многовато Всего здесь Наставлено Орхидею Решила поставить сюда Мне кажется Здесь очень красиво Смотрится Но Немного конечно опасно Потому что дети Орхидея Стоит неустойчиво И Орхидея не вечно Она отсветет И будет уже Некрасиво Надо будет Что-то сюда поставить Другое Смотрите Какая шикарная Орхидея Подарили ее На юбилей Тимура Моего мужа Ему было 45 лет Мы приглашали друзей И мне тоже Перепал подарок Я думаю Что этим цветам Самое место тут Здесь они Очень красиво Смотрятся Друзья Как вам кажется Пишите свое мнение В комментариях Мне будет интересно Послушать Как бы вы сделали И куда бы вы Поставили Эту вазу С цветами Еще я в Росе Купила Вот такую вот Подставку Для цветов Или возможно Какой-то столик Он стоит 30 долларов 29,99 Я хотела Вот такую купить Чтобы у меня Было одинаково Видите Здесь у меня есть Подставка Жалею Что сразу не купила И искала Хотя бы Чтобы две таких Купить Но тоже Не было Две одинаковых Тоже мне нравится Что было одинаково Денечка Принеси мне Вот этот цветок Пожалуйста У меня в моем Туалете наверху Были цветы Нет Вот этот беленький Да И я их посадила В один горшок Вместе И мне кажется Так вместе Будет красиво И мне кажется Что здесь В зале Будет красиво Смотреться Аккуратно Ставь Так как ему Уже было тесно В горшках Мне нужно По-любому Пересаживать И я решила Из двух Маленьких горшков Пересадить В один Сейчас я посмотрю Как это будет Выглядеть У нас Цветы Хочется живые Иметь в доме Но для них У меня Нету такого Благоприятного Места Вот так Вот Тоже наверное Слишком всего Много Там два цветка Здесь букет Там маленький букетик Здесь на пиано Тоже что-то Слишком много Всего Я давно уже Хочу здесь Сделать ремонт Просто мечтаю И вот эта вот Стена пустая У меня здесь В планах Повесить Большие портреты Нашей семьи Нужно сделать Красивую фотосессию И хочу Распечатать На такие большие Фотографии Нашей семьи В этих шкафах Я тоже хочу Все переделать Полностью Поменять всю Декорацию Соответственно На это нужны деньги Поэтому Пока все Стоит так Недавно В каком магазине Это забор Недавно я купила Песочные часы 15 долларов Мне понравились Долгое время Выбирала И вот Наконец-то Появились те Которые мне Более-менее Нравятся Правда Не знаю Сколько там минут Не пишется Надо просто Поставить Кого-то И засечь Друзья Пишите в комментариях Как бы вы Расставили Эти цветы Но этот Там прижился И ему там хорошо Мне нравятся Эти цветы Я правда Не знаю Как они называются Может кто-то знает Подскажите в комментариях Мне нравится тем Что у него Яркая зелень Он Не нуждается В солнечных лучах И в солнечном Свете И у него Кончики Не отсыхают Хотя я сейчас Говорю не отсыхают Я сама вижу На нескольких листиках Что подсохли Но это бывает Очень редко В основном У него Хорошие здоровые Листочки И еще он цветет Что думаете По поводу Этого букета Вот Денечка Говорит Что он засекал И здесь Говорит 15 минут Молодец День Видишь Какой ты У меня Внимательный Детям нравится Наблюдать Так Вот такие Плачушки Я купила Вот такой У Велины И у Лаиза Я покупала В Валмарте За 15 долларов Повернитесь Велина Но здесь Такая спина Конечно Не христианская Не знаю Если только В парк Куда-то Или в школу На собрание Как-то не хочется Одевать В собрание Детей Так Повернись Дочь Материал Не мнущийся Расцветка Красивая Но слишком Открытый верх Это платьишко Которое я купила В Росе Сегодня Алины Может быть Чуть-чуть маловато Да, дочь Пару раз Оденешь Да И Велиночке Перепадет Вот такое Красивенькое Платье Тоже достается Эвелины Да, дочь Такое веселенькое Повернись Очень красиво Его можно Одевать На собрание Ну вот Еще одно Платье Достается Эвелины Повернись, дочь Очень хорошенькое Легенькое На лето Смотри сюда Твоего размера Сегодня было Очень много Тебе повезло И вот Еще одно Платьишко Повернись Дочь Очень легенькое Хорошие Назад Давай Назад Все, Эви Тебе повезло Сегодня круто Обновимся Три платьишки Вечер Некленно 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 Стоит Как будто Вечер Вот так Чувствуя Не наехала Субтитры сделал DimaTorzok